Наркоторговцы Воспитанники Самарского регионального управления МЧС лучшие в России. Член юношеской сборной Даниил Ляхов стал победителем на первенстве страны. Задание подняться по штурмовой лестнице в окно второго этажа он выполнил за 7,53 секунды. В младшей возрастной группе отличилась Алина Варнавская. Достижение самарских спортсменов высоко оценило руководство областного управления МЧС. Жители Самары уже могут купить единые билеты в Крым. Сами перевозки железнодорожным, автомобильным и морским транспортом стартуют 30 апреля и продлятся до 30 сентября. Отправиться по единому билету можно в 7 крымских городов – Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Проезд детей до 5 лет в сопровождении взрослых по единому билету бесплатный с предоставлением отдельного места. В прошлом году было оформлено 35 тысяч единых билетов в Крым. По всей Самаре 18 марта будут праздновать годовщину присоединения Крыма. В этот день на площади Куйбышева состоится конкурс студенческих танцевальных коллективов. Они исполнят севастопольский вальс. На площади Кирова будет концерт, на площади Героев 21-й армии – акция «Крымская весна». «Весна надежды». Также праздник пройдет у Дворца спорта легкой атлетики на физкультурной, Дворца спорта ЦСК ВВС в скверах Родина, Высоцкого, Устиного, на площади Росовского. Гидромедцентр обещает теплое начало весны. В первой декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений. В субботу 4 марта облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ночью похолодает от минус 1 до минус 6, днем потеплеет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду. В воскресенье пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололезится.